Это площадка свободы. Потому что это самый крутой проект. Зрители же у нас не только в Москве и в Сочи. У меня есть вопросики к Netflix. Сочи, добрый день. Помните нас? Да. Фестиваль «Новый сезон» — это фестиваль онлайн-платформ. Здесь конкурс. Все платформы показывают свои проекты. Они разные. И после каждого показа зрители голосуют. И в конце мы узнаем, кто победил. Самое интересное, что это не просто конкуренты. Это конкуренты, которые собрались вместе, чтобы вместе улучшить, собственно, качество сериалов. И посмотреть, что же зрители хотят увидеть в новом сезоне. Добрый вечер, друзья! Здравствуйте всем! Очень ценно, что мы уникальный, и везде об этом говорим, уникальный фестиваль с точки зрения коллаборации. Это реальный, настоящий, зрительский фестиваль. Спасибо вам большое. Предлагаю считать фестиваль «Новый сезон» второй открытым. Это как продолжение нашего альманаха «Эт». Да, я по образованию информатик-экономист, но по специальности я не работал. Случился такой кинобум у нас в Якутии. Все стали снимать кино. В то время у меня было фото-видеоагентство, мы снимали и свадьбы, и юбилеи. Мы с братом решили снять кино. Это как называлось? «Мечтать невредно обетерпанку, бурхарче». Однажды продали машину, чтобы снять кино. Расскажите, как это было. Ну вот, это было в 21-м году. Мы написали сценарий к фильму «Айта». И, естественно, в то время у меня очень мало было средств, чтобы вкладывать. В том году мне подарили машину родной Айон за победу на фестивале «Новая Европа» с черным снегом. Ну так, поищалили. Я им благодарен, но я посчитал, что продажи этой машины... Ну там такая большая сумма все считает, что я только на проданные машины деньги снимал, да? А там всего лишь 500 тысяч, но эти деньги мне помогли начать. В чем специфика, на ваш взгляд, якутского именно кино? Ну, многие отмечают простоту истории. Немножко где-то наивные, да? Как все уже догадались, мы присутствуем на фестивале «Новый сезон» и пора уже показать вам, что здесь и как. Ну, первое, что бросается в глаза, да, вот такие бейджики, они должны быть у всех смешников и гостей. Да, вот такие. Вот без них просто не пустят на площадке, понимаете? Тут два QR-кода, один QR-код для голосования за проект и один твой идентификатор. Так, его сканируют, пустят, собственно говоря, на просмотр. Не, покажи. Так, пока. Перекусить и посидеть. Да, здесь обычно у нас отдыхают, принимают компот и прочие напитки представители как раз-таки СМИ. Но одна из самых интересных зон – это зона фотосессии. Ну что, здесь зона фотосессий. Да, и она очень прикольная. Да, очень прикольная, такая мягенькая, как будто бы убили единорога. Когда-нибудь ты его победишь. Когда начнется дождь, их сдует. Придете к нам на подкаст «Бэкстэйдж». Зовите, а в чем проблема? Запишите телефон мой, и все. Да, Лена, обязательно надень свой бэдж. Кстати, его очень сложно восстанавливать. Организаторы очень строго следят, чтобы на всех был бэдж. Без бэджа нельзя пройти, и чтобы никто ничего не терял. Здравствуйте. Зовут на показ. А еще перед показами ходят с большой колонкой, включая звонок, как будто у нас школа и последний звонок. Да, но на самом деле это зовут в последний раз на показ. Прям как в театре. А как вы относитесь к комикам «Новой волны», к стендаперам? Что вам нравится или возможно? Давайте я не буду называть фамилии. Да. Все, к кому я хожу на их YouTube-шоу или ВКонтакте, это и есть те люди, которые мне нравятся. Таким образом я провоцирую вас на то, чтобы вы залезли в YouTube. А часы смотрите? А? Часы смотрите YouTube-стендап? По возможности, да. Но я вообще, на самом деле, я не являюсь целевой аудиторией комедии. В принципе, для меня вообще худшая рекомендация посмотреть фильм и сказать, что это комедия. Вот парадокс состоит в том, что я не являюсь большим любителем этого жанра. Я люблю межжанровость, когда это на стыке. Между болью и смехом, между лиричностью и грустью. Вот я люблю вот такие вещи. Но, тем не менее, этот новый способ шутить, как любой новый вид транспорта, я приветствую. И у меня там очень много друзей. Особенно в который раз отмечаю лидирующий сегодня, с моей точки зрения, в юморе и с человеческой точки зрения, женский стендап. Считаю, что это номер один сейчас. Нам быть до и после. Какой сериал вы больше смотрели? Ого! Вот это сложный вопрос. Ну вот я сегодня Лару Крофт. Почему? Ладу Голт посмотрела. Две серии. Я прямо на Ладу Голт мне понравилась. Как тебе работала с проекцией? Как вообще все это происходило? Потрясающе. Это огромная семья. Душа. У меня оттуда очень много друзей. У нас там каждый день были какие-то невероятные истории. То есть у нас тонула тачка. Ее доставали, ну реально совершенно случайно. Она должна была тонуть? Она должна была тонуть, но не настолько. Мы доставали ее трактором, ныряли водолазы, искали ее в реке. У нас второго режиссера копытом легала лошадь. Просто что она отлетала на полтора метра. Ну то есть постоянно были какие-то моменты казусов. Та тачка, которая утонула, она нам нужна. Она переставала заводиться. Блох, вот самые неподходящие моменты. Мы как-то это решали. Данила, где-то тусить на Красной Поляне? Да я не знаю. Это не ко мне. Что очевидного и невероятного в вашем проекте? Ну там все невероятное и все очевидное. В этом как бы смысл, мне кажется. Кстати, знаете, что название «Очевидно невероятное» придумал Сергей Капица. Это была такая программа на советском телевидении. Помню. И это довольно редко. Это было сложно, мы договорились по названию, но оно у нас есть. Как подбирали актеров на главные роли? Как всегда сложно. Это мистический триллер «Детектив», который, мы надеемся, выйдет этой осенью на платформе Kion. Вот такая фантастическая, захватывающая, мистическая история про бар, в котором можно позвонить на тот свет, но за это придется рискнуть своей жизнью. Проект, я был не первым режиссером, разрабатывавшим его. До меня, скажем так, изначальная договоренность была с Константином Богомоловым. В итоге все переигралось и случилось так, как случилось. Что запомнилось больше всего, кроме «Золотого дна»? Вы знаете, я жду очень последний завершающий день, когда будет слово «Пацана» и «Кибердеревня». Расскажите вообще, ну, меня у нас спрашивают наверняка, как? Как это пришло? Ну, это пришло в первую очередь, короче, Сергей Васильевич, режиссер, идейный вдохновитель, локомотив проекта «Кибердеревня». Это сформировалось в его голове. Мы помогали это доплатить, сперва перенеслось на небольшие ролики, потом на серию роликов, а теперь на огромнейшем экране и в прекраснейшем месте мы показываем первую серию сериала, который выйдет на пенопоиску. Как это произошло? Серега Васильев произошел, спасибо его родителям. А мы им просто помогли. Была хотя бы небольшая мысль, что вот будет такой успех. Да? Нет. Нет. Глава Васильевна, почему надо голосовать на стол? Потому что это самый крутой проект. И я таких проектов и таких сценариев читал, можно перечесть по пальцам от моей руки, и пусть будет правой. Последний съемочный день был 8 августа сего года. Поэтому то, что вы увидите в смысле монтажа, это прожарка медиум, вот, а цвет и звук это рэр, с кровью. Ну, вот только что мы с вами вышли с сериала «Слово пацана», но мне кажется, это безусловный хаворит. Я поставил десяточку. Такой прогулочной набережной установили пубы. Каждый пуб посвящен онлайн-кинотеатру, платформе и проектам, которые он представляет на новом сезоне. Так бывает. Идешь ты на показ, смотришь серии, тебе в целом нравится. Потом, ну, естественно, да. Потом ты посмотрел, читаешь отзывы кинокритиков, они жестко обсирают это все дело. Ты такой, а, блин, может, не так уж и хорошо. Ты думаешь, блин, может быть, я что-то не так посмотрел, или что-то не то увидел. В общем, ребят, смотрите сами, делайте свои собственные выводы. Вот. Рецензии этих кинокритиков, ну, к черту их. Вот. Только ваши собственные мнения и ощущения. Это то, что важно. Ну, кстати, один из самых захваленных кинокритиков, на мой взгляд, был дебют Дарьи Мороз «Секс. До и после». Но если мы посмотрим на кубы, то слово «секс» там не упомянуто. Наверное, чтобы не пугать туристов. Вот представляешь, что ты идешь и считаешь, так, сегодня в 19 часов по распространению «Секс». До и после. Ну, там уже до, что-то после. Там уже немножко не так важно. Может, они реально подумают, что… Говоря о «Сексе до и после», как тебе вечеринка в «Семаче»? Ну, у меня там секса не было. Вот. Поэтому так себе. Как тебе фестиваль, во-первых? Замечательно. Лучший из фестивалей, в которых я был. И мы тебя заметили с кастом сериала «Стасика Матвея». Или «Матвея»? Почему? Почему? Так, как там оказался среди этих прекрасных людей? Меня отписали. Из тех людей, которые мне могли писать сюда, это были они. Поэтому спасибо. Роскошный, я его обожаю. Мне кажется, это какой-то усовершенственный кинотавер. Да, так важно. Есть помимо вашего проекта какой-то, который понравился больше всего? Вот сейчас, сегодня была на слове «Пацана» безумно понравилась. «Секс до и после». Все-таки «Секс до и после». А из фильмов чувства они, конечно. Мне просто… Я сейчас ума. Это прекрасный кинофестиваль, потому что это замена кинотавра. Здесь такая большая возможность познакомиться с разными интересными людьми, потому что очень много продюсеров разных платформ. «Слово пацана меня покорило» и «Секс до и после». Да, два сериала, которые меня покорили. Что при всех тут признаться, в чем, хочется сказать, готов бесплатно, хоть табуретку играть, да? Ну, вы это вырежете, ладно? Ну, даю тебе слово «Пацана». Я хотел бы быть в моем жизни. Ну, что, закончился фестиваль «Новый сезон»? Очень жаль. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и мы уже знаем победителя. Это сериал Жены Крыжовникова «Слово пацанам». И для меня это вообще не было удивлением. Собственно, для меня тоже. Да даже хорошо, что новый сезон закончился. Это значит, что скоро пройдет год, и платформа представляет что-то новое на новом фестивале «Новый сезон». Смотрите кино. И бэкстейдж. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok